Итак, доклад с моим аспирантом из Вьетнама «Логарифмическое отображение Гаусса». Логарифмическое отображение Гаусса определяется для комплексных аналитических подмножеств V в комплексном алгебраическом теории. Будем обозначать его T в степени n. Ну и в случае, когда V является гиперповерхностью, то есть подмножеством коразмерности 1, то определение следующее принадлежит Капранову, Михаилу Капранову. Логарифмическим отображением Гаусса для поверхности V называется отображение из V в проективное пространство размерности n-1, которое каждой регулярной точке поверхности, то есть не особой точке, ставит в соответствии комплексную нормаль, то есть прямую, комплексную прямую к логарифмическому образу гиперповерхности V в точке, в логарифмическом образе точки Z. Комплексное логарифмирование, оно многозначное, но какую бы, и они отличаются с двигом только по мнимой части, и неважно, какую брать, потому что образ гиперповерхности, он движениями переносится в каждую из точек образа, и там нормаль одна и та же, то есть зависимости нет. И это видно из того, что есть явная формула гамма от Z1 и так далее Zn, это вот такая точка в проективном пространстве Z1, DP под Z1, относится и так далее Zn, DP под Zn. Цель исследования и моего рассказа будет состоять в следующем. В терминах логарифмического отображения Гаусса получить параметризацию для приведенных дискриминантных множеств, распространить теорему Капранова на произвольные приведения дискриминантных множеств, исследовать решение универсальной системы алгебраических уравнений, а именно рассмотреть вопросы представления и решения системы с степенными рядами и описание областей исходимости таких рядов. Ну и если будет время, предложить фантазии на связи с квантовой запутанностью. Модная вещь в этом году была в связи с Нобелевской премией. Но давайте вначале рассмотрим классический дискриминант. Он ассоциируется со скалярным, то есть с одним полиномиальным уравнением. написано P от Y, коэффициенты ажития с одним неизвестным Y и независимыми переменными. Вот тут такой момент. Вот такие уравнения или решения таких уравнений мы будем называть универсальными алгебраическими функциями. Потому что А0, А1, АН это независимые переменные. И дай бог разобраться только в этой ситуации. И Гельфан в свое время понял, что именно вот эту ситуацию надо разобрать. А уж когда мы вместо коэффициентов будем поставлять полиномы от других переменных, но это только будет какую-то окраску давать. А все здесь уже зарыто. Известно, что дискриминант имеет две степени однородности, поэтому содержательное приведение уравнений можно получать в фиксации любой пары коэффициентов. Это наблюдение сделали Мелин в 1921 году, шведско-финский математик, и Беркелан, норвежец. Например, при n равном 3 дискриминант кубики имеет 5 мономов, которые изображены здесь. Но если мы зафиксируем такую традиционное приведение, которое начиналось с теоремы Гильберта, связанная с 13-й проблемой Гильберта, и Витушкин много занимался такими вопросами, приведения приводились вот так, фиксации свободного члена и главного члена. Но оно не оптимальное, но тем не менее мы хотим рассматривать все возможные приведения. Ну, в данном случае написан приведенный дискриминант. В многомерии мы стартуем с произвольного конечного подножества в целочисленной решетке и рассматриваем полиномиальное уравнение с переменными независимыми коэффициентами. То же самое. Ну, дискриминант тут как раз так очень мудро распорядились Гильфан Катранов и Зелевинский в своей популярной, известной книге. Смотрите, вначале рассматривается наблаз нуликом, это множество всех коэффициентов ряда полинома, для которых уравнение имеет критические корни втория. в Торино. Критически, то есть там, где градиент П равен нулю. А потом делаем замыкание вот этого множества. Оно как раз отразит ситуацию при подходе к координатным осям и все нюансы оно нам высветит. Если коразмерность дискриминантного множества единицы, то определяющий многочлен называется А-дискриминантом. Если коразмерность больше единицы, то говорят, что дискриминант тождественно равный единице. Ну, некоторых это очень удивляет, но одним из объяснений этого я бы сказал так, что дальше мы увидим, что у нас есть большая связь между алгебраическими функциями и дискриминантами естественно. И если и из теоремо-невных функций видно, что всякая алгебраическая функция она многозначная, но она голоморфная, в ней дискриминантное множество по основе теоремии. По теоремии из анализа из анализа. Также известно, что голоморфные функции, у них особенности стираются, если они не коразмерности один. Это удовлетворение получает комплексный анализ. теорема Капранова 1991 года гласит, он ставил цель выяснить, когда произвольная неприводимая алгебрическая гиперповерхность в комплексном торе является дискриминантной. Оказалось, что верный результат логарифмического отображения Гаусса из В в ЦПН-1 биррационально тогда и только тогда, когда В мезоморфно приведенному дискриминанту. То есть найдется такое А значит вот и что ассоциировано с этим А большое значит это все афилософия Дельфанда она фактически связана с тем, что два века изучали квадрики, кубики там системы фиксированной степени и так далее. Здесь все это вбирает в себя информацию о полиномии значит тут удачно теорема Безу которая переходит в теорему Кушнеренко-Берштейна и так далее все удачно складывается. Простите отображение гаммы пиррационально что-то вы знаете то есть вы пиррационально проектировали пространство или что-нибудь нет мы 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 говорим вы заданная гиперповерхность для него мы знаем определение логарифмического отображения Гаусса и оказывается что логарифмическое отображение Гаусса пиррационально тогда и только тогда когда вы изоморфно какому-то дискриминанту можно в обратную сторону говорить ну например квадрики квадрики они рациональные кривые но если вы будете смотреть отображение Гаусса для них оно не будет пиррациональным изоморфизмом значит а здесь идет речь о том что если мы будем рассматривать увы отображение Гаусса тогда мы сможем узнать является ли вы изоморфным какому-то дискриминанту или нет основной упор я бы хотел сделать сегодня на системе n уравнений от n неизвестных значит то есть все так же задан набор а1 и так далее а n носителей многочленов значит то есть это не а философия это а1 большой и так далее а n философия значит и мы подобно классическому варианту приведения системы получаем фиксацию в каждом уравнении пары коэффициентов значит вот ну используя лишь мономиальные замены мы общую систему можем привести вот к такой канонической форме 1 значит вот у нас зафиксированы единичками в каждом уравнении у двух мономов у двух мономов ну вначале берем два произвольных но делением на один из мономов эту минус единицу значит мы можем заработать но тогда вместо у житая в степени житая будет стоять какой-то сложный моном значит ну беря матрицу из показателей мы ее можем подобным образом привести к вот такой диагональной матрице вот рассмотрим вот такую матрицу лямбда вначале перечисляем все показатели в первом уравнении и так далее в n уравнении ну как-то их упорядочили вот так потом переписываем лямбда первый и так далее лямбда n значит ну лямбда кат это транспонированный вектор столбец показатели из мономов уравнения значит ну вот та матрица W о которой я говорил что она диагональная она уже с алиментами единица на мж на диагонали и рассмотрим вот такие две матрицы Фи и Фи с волной значит ну матрицу лямбда из совокупного показателя умножаем на омега а Фи с волной мы отнимаем матрицу у которой строки нули на всех местах не принадлежащему и тому уравнению а единицы когда здесь то есть это характеристическая функция подмножества лямбда и то в лямбда и ведем два экземпляра афинных пространств СН одно из них С лямбда переменных Х это координат в нем координаты которые участвуют они отвечают за коэффициенты уравнений здесь звездочка написана это ошибка система была один вот она вот эта система а другое пространство цель лямбда переменных С или координат С оно трактуется как пространство однородных координат проективного пространства ЦПН минус 1 и мы рассмотрим вот такое отображение из проективного пространства в пространство коэффициентов вот по следующей формуле значит вот у нас фикаты это строки из матриц фи большое и фи большое с волной здесь мы видим рациональные выражения от линейных функций потому что скалярное произведение фиката и фика с волной это линейные функции но они возводятся вообще в дробные степени значит то есть у нас но это радикалы это радикалы значит и вот наша теорема с Антиповой гласит что вот это вот отображение Пси от С параметризует приведенное дискриминантное множество для системы и совпадает с обращением логарифмического отображения Гаусса для дискриминанта Капранов сколько у меня вимите ну хорошо Капранов вот в своей знаменитой статье 1991 года он увидел одну вещь которую не могли разглядеть сто лет значит вот и этим наблюдением как раз и завершилась такая длинная эпопея как наиболее правильно определять гипергиометрические функции значит первый заметил Горн но видимо ему подсказал Вершстрасс Горн ученит Вершстрасса значит н-кратный степенной ряд называется гипергеометрическим если все соседние отношения с альфа с альфа с альфа являются рациональными функциями переменных суммирований альфа значит ну гиитая это стандартный базис все нули кроме единицы на этом месте значит вот ну когда Вершстрасс ему поставил эту задачу он как раз фактически свою свой подход в анализе через ряды он хотел сразу же видеть ситуацию в многомерном анализе с этой статьи начинается многомерный комплексный анализ значит Горн был упрямый он делал такие массовые вычисления значит и для двух и трех переменных он обнаружил что как вычислять область исходимости этих рядов и оказалось что даже в одном переменном радиус сходимости степенного ряда вычисляется сложным пределом Адамара Каши Адамара это довольно сложный объект корень n-ой степени из модулей c n-ые значит он так довольно коварный что он заметил отношения соседних соседних это здесь промелькивает критерий Адамара критерий до ламбера до ламбера значит и вот он все это раскопал и когда капранов писал свою статью он сказал что его результаты могли бы быть доказаны в 89 году значит если мы возьмем вот я уже говорил что сингулярные множества гипергеометрических функций они являются ничем иным как приведенными дискриминантными множествами то есть более сложных сингулярностей быть не может ну и для неконфлуентных они сингулярности самые хорошие но мы занимаемся приведениями более широкими чем чем капранов и там уже вопрос связи будет не с гипергеометрическими рядами а со степенными рядами гипергеометрического типа мы их определяем так что если существует подрешетка L ранга N такая что все подряды на сдвигах этой подрешетки являются гипергеометрическими то есть мы берем более редкую подрешетку и такие подряды они являются гамма это логарифмическое отображение гаусса а вот здесь гамма а здесь гамма функция Тейлер вот любопытно что теорема Степаненко мой ученик доказал такую теорему решение универсальной системы которую мы рассматривали являются функциями гипергеометрического типа коэффициенты Телора для решения в нуле имеет вид вот такой константы Т1ТН возводятся в степень альфа умножается на какую-то произвольную рациональную функцию Виталий Анатольевич В.А. В.А. Виталий Анатольевич произведение гамма-множителей гамма-множителей это как раз здесь зарыта вся монодромия алгебраических функций и так далее но гамма композиция с линейной с линейно-афинной функцией вот произведение вот таких ну давайте рассмотрим пример системы вида 1 рассмотрим вот такой приведенный два приведенных тринома тринома от двух переменных значит но она получается фиксацией коэффициентов в системе 4 значит ну если мы рассмотрим ряд для решения системы 3 значит y1 y2 решение мы рассматриваем произвольные степени ми-1 ми-1 ми-2 получаем маном в ряде значит и теорема Степаненко гласит что это ряд геометрического типа но когда задавался вопросом сходимости верштрасс и горн значит они не довели ситуацию до задания областей сходимости в виде неравенств на модуле переменных по теореме Абеля все зависит от модулей коэффициентов значит вот а мы поставили задачу вот ну и теорема с вьетнамским аспирантом область сходимости указанного ряда задается в виде не более трех неравенств вида то есть мы рассматриваем многочлен от трех переменных это многочлен полной системы у него четыре степени однородности поэтому реальная зависимость она идет только от двух переменных и вот они в уравнении три это переменные альфа бета и мы берем полный дискриминант вот в таких значениях он меньше единицы ну может быть больше единицы это регулируется знаком перед дельта перед дельта итак производя какие-то приведения мы получаем неравенство которое отвечает за область исходимости рядов вот пример рассмотрим вот такой значит такой треном вот такой дискриминант здесь область сходимости мы берем этот дискриминант вместо а и б заменяем модули а и б но коэффициент при модуле минус б и другое уравнение наоборот коэффициент при модуле а вот истинная область сходимости для этого ряда теперь какой аппарат вообще для исследования всех этих вопросов значит ну здесь элементы понятия понятия амебы амеба из замкнутого аналитического подмножия в ТН называется образ при локотображении из ТН ВРН и вот это точки Z1 с координатами Z1 ZN мы переходим к логарифму модулей справа элемент ВРН значит вот тропическое возможно да тропическое значит но когда мы исследовали с точки зрения тропической геометрии известный полином Ли Янга из теории газа значит мы пришли и вот к такому определению контура амебы это множество критических значений вот этого локотображения суженного на В обозначается Си В Си В значит ну предложение такое нетрудно доказывается что Z из В критично для проекции тогда и только тогда когда логарифмическое отображение Гаусса вещественно и тут возникает очень интересная картина таким образом ЦВ это образ прообраза вещественных вещественного проективного пространства логарифмического отображения Гаусса вот давайте посмотрим слева амеба дискриминанта третьей степени значит контур амебы так можно следить да нет ну в контур всегда граница входит но в данном случае вот там такой клюв который заходит вот такая линия он входит в контур ну в данном случае поскольку это дискриминант потерение Капранова логарифмическое отображение Гаусса должно быть инъективным если мы будем двигаться по контуру то мы как раз совершим пробег по по проективному пространству здесь нормаль вот такая она идет идет туда потом идет до клюва увеличивается увеличится и даем сюда и и замыкаем значит то есть пробегаем РП1 значит ну вот справа справа значит объяснение того что объяснение этой теоремы значит мы когда в логарифмической шкале возьмем в логарифмической шкале нам надо помнить что у нас там есть реальная часть СН мнимая часть СН значит ЛОК логарифмический образ комплекса логарифмический образ с гиперповерхственности В это же композиция композиция логарифма который не имеет критических точек тогда надо искать критические точки только в проекции на реальную часть СН ну она критична тогда и только тогда когда касательное пространство вертикальное а следовательно нормаль горизонталь и она не имеет мнимой составляющей мнимой составляющей это очень такая вещь знатная особенно в теории групп Лиевского типа как проводить процедуру комплексификации значит вещественных подгрупп значит вот для примера у нас амеба пример системы был амеба слева оранжевая вот такая а нам надо знать область сходимости степенного ряда значит но мы знаем что особенности алгебраической функции являются дискриминантные множества ряд с началом в нуле и вот здесь есть ну во-первых дополнение к амебе состоит из связанных компонент каждый из которых выпукла значит вот и вот та компонента которая приходит из окрестностей нуля значит она синяя справа это и есть область сходимости потому что степенные ряды входят сходятся вплоть до ближайших особенностей и вот одна из особенностей это струна которая идет слева и вниз а другая особенность струна и сверху и влево вон туда что такое струны значит струны это куски контура амебы куски контура амебы их их прообразы они могли было так находиться значит то есть здесь что-то подобно на накосы значит вот ну здесь у нас два неравенства одно неравенство идет от того от струны горизонтальная другая струна вертикальная посмотрим дальше значит случай вот с такой амебой значит пятиконечная в данном случае бывает так что гипергеометрическая функция ее ряд не имеет особенностей в нуле но когда вы будете продолжать куда-то вернетесь и тут народится особенность нуля значит в данном случае тот кусок который уходит вниз то есть к нулю идет значит он для ряда не особый поэтому область сходимости она определяется одной струной одной струной которая идет слева и вниз на бесконечность вправо но тоже с пятиконечной амебой бывает два неравенства два неравенства и они уже создаются каспами каспами значит вот то есть у нас струны это либо похоже на похоже на театрические вещественные многообразия значит но в виде одной кривой гладкой или в виде каспа вот случай шестиконечной амебы здесь уже задается тремя тремя неравенствами больше быть не может если мы уйдем в четвертую размерность значит и когда мы вот эту вот параметризацию параметризацию сантиповой параметризацию 2 проведем все прямые все все плоскости которые здесь участвуют потому что здесь у нас отношения отношения линейных функций линейных функций и посмотрим как они разбивают вещественное пространство значит и каждый кусок каждая неприводимая компонента после этого развития это будет аналогом вот этих струн вот этих струн но в четвертой степени в четвертой степени у нас мы знаем что большую роль играет ласточкин хвост значит ласточкин хвост он высветился у нас в самой важной связной компоненте но причем он идет в продолжении с амебой коразмерности 2 коразмерности 2 слева она изображена значит ну надо только поверхность взять вот с таким контуром слева это амеба страта всех коэффициентов для которых квартика имеет корень кратности 3 кратности 3 почти все точки дискриминантного множества они отвечают за кратность 2 значит а там есть астраты значит вот ну вот здесь я бы хотел закончить но если есть у меня две минуты значит по поводу шутки связанные с запутанностью с квантовой запутанностью вот смотрите так это у нас вот струны мы хотим струны вещественные значит они похожи на на вещественные торические значит ну гипербола она задается x на y минус 1 равно 0 это разность двух маномов значит касп x квадрат минус y кубе значит это вещественный очень хорошая была идея знаменитой проблеме которой шла от Марделло через депортизу Ленда значит там все сложилось хорошо что вопрос как изучить сечение любой гиперповерхности в Торе каким-то это кторическим подмножеством то есть которое параметризуется маномами ну и ответ который получали Фалкингс и другие он состоял в том что покрывается это сечение покрывается по секунду которые Виктор Васильевич сегодня упоминал это какие-то классы снежности Торос вот а здесь мы начинаем интересоваться вещественными уже ну не так уж что ищем вещественную компактную группу здесь какая-то картина вот эти вот обобщенные гиперболы мы не знаем что какую замену переменных надо сделать чтобы превратить это в х квадрат именно в х квадрат это первое замечание но смотрите мы для описания ситуации границы область исходимости используем струны которые находятся далеко далеко значит и если мы теорию струн скажем берем две струны которые находятся далеко информацию изучаем для той а они эти две струны они являются струнами некоторого приведенного уравнения одного объемлющего уравнения поэтому эту информацию надо бы подготовить для физиков спасибо за ругание спасибо Продолжение следует...